Мы собрались ради знаменательного международного Дня Битлз, который учредила ЮНЕСКО в 2008 году. На самом деле, надо было этот день учредить уже в 1964 году, когда Битлы покорили весь мир. Покорили Америку, Австралию, Европу, и весь мир пал перед ними. 16 января вообще великий день. Со всей России, со всего мира друзья и знакомые звонят мне и поздравляют. У нас появился черный рынок, битловый черный рынок в Петербурге. Я начал собирать о битлах каждую капельку, каждую фитюлечку, каждую ноточку, каждую пластиночку. И вот сейчас вы видите суперколлекцию, которую я собрал за эти 50 лет. Итог всего этого. Я написал, издал, собрал вечный календарь. Храм Джона Леннона, 365 праздников в году. Day after day, как поет Поль Маккартни в своей песне Fall on the Hill. 16 января 1964 года Битлы заняли в билборде, в кэшбоксе и в других музыкальных журналах Америки первое место. Это было как бы мечтой битлов. 16 января Джордж Харрисон возвратился в 68 году из Индии в Англию. У нас этот праздник называется праздник возвращения домой. В этот же день вышел альбом ринга барабанщика Битлов, сольный альбом «Ливерпуль-8». Все друг другу чего-нибудь дарят. Вот этот новый календарь этого года я обычно дарю гостям офиса храма и на концертах. Благодаря тому, что я знал одного парня из охраны, Поля Маккартни, мне удалось к нему приблизиться. Это было 23 мая 2003 года, когда Поля Маккартни приехал в Петербург первый раз. Когда Поля Маккартни меня увидел, он меня схватил и поцеловал. У меня было ощущение, что я улетел. Я как-то потерял чувство реальности, чувство материальности. И у меня было ощущение, что я превратился в облачко. Мой посыл всем добрым людям, кто слушает вот эту программу, посвященную Международному дню Битлз. Я говорю, all you need is love, we need the temple. Все, что вам нужно, это любовь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!